Рассмотрим строение ракообразных на примере речного рака. Как правило, у ракообразных выделяются три отдела тела – голова, грудь и брюшко. Но у речного рака головной и грудной отделы слиты и образуют монолитную головогрудь. Головогрудные конечности раков очень разнообразны и зачастую выполняют различные функции. У речного рака первые две пары конечностей преобразованы в усики, которые несут органы чувств. Затем следует пара верхних и две пары нижних челюстей, следом три пары многочелюстей, образующих ротовой аппарат. Речные раки имеют пять пар ходильных ног, первая из них заканчивается клешнями, служащими для захвата пищи, а также для обороны. В отличие от речного рака, брюшные конечности есть не у всех ракообразных. Итак, на передней части головогруди рака, состоящей из шести сегментов, расположены две пары усиков. Одна пара верхних и две пары нижних челюстей. Задняя часть головогруди состоит из восьми сегментов, каждый из которых несет конечности. Три пары многочелюстей, клешни и четыре пары ходильных ног. Брюшко состоит из семи сегментов, на которых расположены шесть пар брюшных ножек. Последняя пара крупная, она входит в состав хвостовой лопасти, в которую также входит непарная лопасть последнего сегмента. Ракообразные имеют твердый покров, основу которого составляют хитин. Это особое органическое вещество. Хитиновый покров обладает большой прочностью, он защищает тело всех членистоногих от механических и химических воздействий. У раков хитиновый покров пропитан известью и представляет собой прочный панцирь. Изнутри к хитиновому покрову прикрепляются мышцы, таким образом он играет роль наружного скелета. Во время роста рака покров становится тесным, кожа под ним образует новый тонкий хитиновый покров. Старый хитиновый покров лопается и сбрасывается, происходит линька. В первое время после линьки новый покров легко растягивается и животное быстро растет. По мере того, как хитин пропитывается известью, рост замедляется, а затем совсем прекращается до следующей линьки. В конфликтах между самцами обычно побеждает более крупный, а значит и более взрослый. Но далеко не все стычки обходятся без потерь, нередко встречаются особи без клешни, конечности или с обломанными антеннами. Все эти недостатки постепенно исчезнут после нескольких линьек.